аллилуйя слава богу слова слова иисусу и благословение господа каждому из вас шалом шалом аллилуйя мы славим тебе господь мы благословляем твое святое имя и мы знаем одно точно что ты господь благ и во всякое время аллилуйя слава иисусу дорогие мои благословляю вас и приветствую каждого из вас я рад что это чудесный день мы вместе за столом со христом иисусом на завтрак и я уверен что это завтрак благословит каждого из вас и не только вас но те которые вас окружают живу с вами ваши знакомые и близкие поэтому помогите мне чтобы это послание было доступно им аминь пусть господь благословляет вас писание говорит скажите праведнику что благо ему ибо он будет вкушать плоди дел своим запомните что слова божие единственное которое всегда останется все пройдет все пройдет но слова его но слова его не пройдет оно всегда будет актуальным как более почти шесть тысяч лет тому назад четыре тысяч лет тому назад со начала нового завета до сегодняшнего дня слово господне остается по-прежнему непогрешимое твердо утверждено на основании сердца божьего аминь это его воля его желание ибо господь не изменяется поэтому его слова твердо и и сильное и действует действенное халлилуйя его слова действует работает и это говорит о том каков у нас с вами есть господь аминь поэтому каждый день его слова звучит звучит скажите праведнику что благо ему аминь и мы принимаем это благо от господа и мы верим твердо что мы будем пожинать плоди дел свои аминь будем иметь плоды во имя иисуса христа сегодня я продолжу эту тему четвертая часть что внутри меня что внутри меня халлилуйя и давайте откроем притчи двадцать третья глава притчи двадцать третья глава очень важно какие мысли мы сохраняем в сердце наши или души наши очень важно о чем мы с вами часто думаем мысли бог знает настолько это влияет на решение которое мы принимаем жизни он так и сказал иисусу навину если ты хочешь быть успешным иисус навин если ты хочешь быть хорошим руководителем вот что я тебе скажу бог говорит ему первая глава иисус навина 8 стих да не отходят все книга закона от уст твоих но получается дней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен путя твоих и будешь поступать благоразумно это то что многие люди хотят в основном не человека который которого я знаю что хочет терпеть поражение быть неудачником и не иметь успех своей жизни каждый человек чем бы не занимается занимается для того чтобы у него была ожидаемый результат то есть успех успех и поэтому то ли человек на работе идиот хочет чтобы дойти до работы это успех если он что-то делать на работе конце дня он хочет иметь результат который говорит сегодня у меня был успех аминь если он что-то продает он хочет она была продана им чтобы было у него клетий это есть успех ради чего он продает чтобы кто-то купил это есть успех если он проповедует свобоже он хочет чтобы свобоже не просто чтобы люди собрались слышать но он хочет видеть конечный результат изменение жизни людей то есть люди спасаются от грехов люди исселяются от недугом немощи люди освобождаются от зависимости от властвии Люди становятся другими, люди становятся счастливыми, радостными, люди начнут развиваться и влиять. Это есть успех. И, кроме того, такие становятся больше в обществе. Это большой успех. Каждый человек хочет иметь успех. То ли ты лидер, то ли ты президент, то ли ты пастор, то ли ты муж, то ли ты жена, то ли ты ребенок. Даже в школе все хотят иметь успех. Дарайте школу, хочет, чтобы его ученики имели успех. Чтобы сказать, школа хорошая школа. Учитель хочет, чтобы его дети были успешными. Чтобы сказать, хороший учитель. Каждый человек, без исключения, хочет иметь успех. Мужчины хотят успех, женщины хотят успех, дети хотят успех, злозы хотят успех, замужницы, женаты, все хотят успех. В сфере своей деятельности Чем они занимаются Где бы они находятся Каждый хочет иметь успех Работодатель Который дает работу людям Хочет иметь успех И успех это нормальное явление Для жизни человека Аминь Таким Бог нас создал Поэтому сказать Есть принцип Есть пути К тому Чтобы мы принимали благоразумные решения И чтобы С помощью этой мудрости Благоразумные решения Мы смогли иметь успех и жизнь И поэтому он сказал Есть путь Что так должен быть уста твои Глаза твои должны набудать за чем-то И твое сердце Должен что-то принимать И он да, понять Есть книга закона Есть книга, которая открывает нам Всего это Путь О, как бы я хотел Чтобы мы вникали больше Деловые люди Вникали больше Божьи делатели Вникали больше Бизнесмены Вникали больше Люди властей Которые находятся Лидерские положения От президента До съездского Председателя Чтобы все вникали В это законе жизни Кроме закон страны И конституции Чтобы все вникали День и ночь День и ночь Чтобы мы могли принимать Благоразумные решения Чтобы каждый имел успех В своей жизни Аминь Поэтому это очень важно Очень важно Что влияет На нас И снутри Что мы принимаем Также внутри нас Какие решения Мы принимаем Оно имеет Очень большое значение Аминь Аминь дорогие Аллилуйя Давайте посмотрим Притча 23 глава Будем читать С первого стиха И по-моему До седьмого И мы оттуда Отакнемся Хорошо? Аллилуйя Когда сидишь Вкушать пищу С властелином Властелином Простите Вкушать пищу С властелином То шатерно Наблюдай Что перед тобой И поставь Преграду В гортане твоей Если ты Арчин Не Пришается Лаками Яствами Его Это Обманчивая Пища Не заботись О том Чтобы Нажить Богатство Оставь Такие Мысли Твоих Стремись Глаза Твоих На него И Его Уже нет Потому что Оно Сделает Себе Крылья Как Орел Улететь В небо Не вкушай Пищу Человека Зависливого И не Пришается Пришается Лаками Язвами Его Потому что Каковы мысли Души Его Таков И он Ешь И петь Говорит он тебе А сесси Его Не с тобой Амин И Наш Наш Акцент На Эта Фраза Каковы Мысли Души Его Таков И он Говорит Он тебе А сесси Его Что Не С тобой Это Очень Сильные Глубокие Слова Царя Соломона Обращены Ко нам Сем Что Когда Человек О чем Там Мыслит Внутри Себя Или Голове Своей Или Душе Своей Или Сердем Своем Скорее Или Поздно Он Им И Станет Это Очень Важно О чем Мы 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 И Поэтому Если Я хочу Принимать Правильное Решение У меня Должен Быть Питание Для Мысли Питание Для Мысли Что Приходит Ко Мне Чтобы Я О нем Думал Или О ней Думал Или О чем Думал Кто Кормит Меня Мыслями Кто Кормит Мои Мыслями С питанием Чем Я Кормлю Души Своей Мне Скорее Поздно Приходится Думать Об Это Мыслить Об Это Не Заботясь О том Чтобы Нажить Богатство Оставь Такие Мысли Твои Не Живи Только Целью Как Наживать Богатство Потому Что Она Потокнет Тебе К Разрушению Сосновной Жизни И Жизни Другие Люди Другими Словами Мысли Неправедные Приводят Неправедные Результаты Жизни Человека Мысли Праведные Истинные Хорошие Ведут Хорошим Результатам Халлилуйя И Бог Явился Нам В Лисе Иса Христа Чтобы Открыть Нам Истинное Желание Божие Воля Божия Которое Даст нам Надежду И Это Не только Так Но Чтобы Сам Господь Иисус После Потому что Он Показал Нам Всего Прочего Воплощаться Внутри Нас Духом Святым Своим Чтобы Руководить Изнутри Наши Когда Мы Позволим Чтобы Он Управлять Нами Господом Халлилуйя После Того Что Он Стар Спасителем Наши Чтобы Господом Управлять Руководить И вести Нас Халлилуйя Ибо Написано Вадиме Духом Божьим Суть Дети Божьи Или Сыны Божьи Когда Дух Святой Ведет Нас Не Мы Ведем Бога Со Своими Просьбами Но Когда Мы Позволяем Чтобы Бог Нас Вел Путем Его Будьте Уверены Несмотря На Какие Испытания Искушения Трудности Пути Господь Неправед И Это Пути Победы И Непоражения Амин Халлилуйя Победа Над врагом Победа Над грехом Победа На болезни Победа На все Планы Дьявола Победа На все Его Стратегии Победа Чтобы Дьявол Не задумал Ты Отрежешь Победу И Бог Господа Мисокристо Бог Дает Нам Победу Потому Что Иисус Победил Врага Нашего И Переда Нам Эта Эту Победу Он Сказал Вся Власть Дана Мне Теперь Ими Моим Идите Халлилуйя И Верующие Во мне Будут Сопроводить Все Знамения И чудеса Ими Моим Через Меня Вы Будете Жить В Победе Ваше Решение Будет Победонос Халлилуйя Слава Богу И Поэтому Сегодняшний День Люди Которые Тесно Живут Господа Не зависит От того Что происходит Иисус Дает нам Понять Что Победа Нам Неизбежна А люди Которые Не принимают Его Слово Это Сложный Вопрос Часто Терпят Определённые Трудности Но Как Я Могу Бы В тонусе Постоянность Господа Как Бы В тонусе Постоянность Господа Чтобы Постоянно Мне Приходилось Думать Мыслить Так Чтобы Я Став Теми Мыслями О Которые Внутри Меня Что Внутри Души Моей Это Важно Это Важно Давайте Посмотрим Интересные События Матфея 26 Это Была Ситуация Перед Арестом Иисуса Христа 26 Глава 36 Стек Потом Приходит С ним Иисус Приходит Иисус Приходит С ними Иисус На месте Называем Гефсимания И говорит Учениками Посидите Тут Пока Я Пойду Помолюсь Там И Взял С собой Петра И Объяснили Заведея Начал Скорбить И Тасковать Тогда Говорит Им Иисус Душа Моя Что Скорбить Сметено Побудьте Здесь И Бодро Случе Со Мною Отойдя Немного Пауна Лисо Свое Молится И Говорит Отче Мой Если Возможно Доминует Меня Чаша Си Впрочем Не так Не как Я хочу Но Как Ты Приходит Учениками Находит Их Спящим Говорит Петру Так ли Не могли Вы Один Час Бодрость 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 Со Мною Бодрость Вуте Первый Молитесь Второй Чтобы Не Впасть В Искушение Третий Дух Бодр Плод Же Немощно И Что Отойдя Другой Раз Молиться Говоря Отче Мой Если Не Можете Час Миноват Меня Чтобы Мне Не Пить Ее Да Будет Воля Твоя Придя Находит Их Опять Спящим Ибо У них Глаза Оте Желели И Оставить Их Отошел Опять Помолиться В третий Раз Сказав Тоже Слова Тоже Слово Тогда Приходит К учениками Своим И Говорит Им Вы Еще Спите Вы Все Еще Спите Почивайте Вот Приблизится Час И Сын Человеческий Предается Руки Грешников Встаньте Пойдем Вот Приблизился Предающий Меня И Когда Еще Говорит Он Вот Иуда Один Из Двенадцати Пришел И С ним Ночиство Народа С мечами И копьями От Превосвященников И старейшин Народах Народик Предающий Его Дал им Знак Сказав Кого Я Поцелую Тот И Есть Восьмите Его Удивительное Предательство Через Поцелую И Точас Подойдя К Иисусу Сказав Рави Он Подойдя К Иисусу Радуйся Рави И Поцеловай Его Смотрите Что Происходил Перед Поцелуя Он Радуйся И Называет Его Учитель Рави И Поцелов Это Был Знак И Вот Иисус Сказал Ему Друг Для Чего Ты Пришел Тогда Подошли И Восложили Руки На Иисуса Извели Его И Вот Один Из Бывший Сусусом Простел Ше Руку Этого Пьет Извлек Меч Своим Ударив Раба Превосвященника Отсек Ему Ухо Тогда Говорит Ему Иисус Восвратить Меч Его Место И Все Взявши Меч Мечом Что Погиб Вот Что Произошло Ум И Сессия Петра Отомстить Извя Нож И Начал Воевать Иисус Сказал Нет Так Не надо Делать Или Думай Что Я Не могу Теперь Умолять Отца Моего Он Представит Меня Более Нежели Двадцать Легионов Ангелов Как Ж Сбудется Писание Что Так Должна Быть Это Были Сынья Слова И В тот Час Сказал Иисус Народ Как Будто На Разбойника Вышли Вы С мечами И копьями Взят Меня Каждый День Был Я С Вами Уча В храме И Вы Не Брали Меня 54 Стих Как Жиз Будется Писание Что Как Должна Быть Я Хочу Отсюда Откнуть Каковы Мы Следующий Человек Таков И Он Есть Говорит Он Тебе А Сессия Его Не С Тобой Так И Был Иуда Так И Был Многие Ученики Иисуса Христа Они Говорили Много Обещали Много Но Сессия Их Не Обусним Теперь Вопрос Когда Есть Искушение Что-то Делать Что-то Не Делать Исполнять Волю Божию Не Исполнять Волю Божию Когда Мы Чувствуем Тоска Когда Мы Чувствуем Бол Когда Мы Чувствуем Или Мы Переживаем Что-то Серьезное О том Что Может Произойти В нашей Жизне И Есть То Искушение Перестать Верить Бога Когда Ты Ощущаешь Что-то Будет Происходить И Неприятное Но Ты Знаешь Что Бог Призывает Тебе Куда Идти Что-то Делать Но Тебе Приходится Стар Квас С Людми И Часть Из Тех Которые Будут Стар Квас Некоторые Очень Близкие К Тебе Как Иуда Который С радостью Может Сказать Учитель Потом Поцеловать Тебе Чтобы Предасть Тебя Якобы Сесть С тобой Но Не С тобой Говори С тобой Одно Но Не С тобой Как Преодолеть Такие Трудности Иисус Да Понял Такие Моменты Жизни Христианина Придут Как Его Жизни Приходило Но Это Должит Повлиять На Нас Остановить Нас Исполнять Наше Призвание Остановить Нас Исполнять Воля Божия В нашей Жизни Ни В коем Случа Ни В коем Случа Ни В коем Случа Только Что Мы Начинаем Думать Больше О том Что Будут Происходить С нами Те Моменты Трудности Те Моменты Болезненные Те Моменты Предательства Те Моменты Оставления Те Моменты Неприятные С Друзьями Или Даже Членами Церкви Или С С С С Они Начинаем Нас Захватывать Что Мы Можем Принимать Неверное Решение Вот Иисус Тоскует Ему Тяжело Ему Трудно И Он Знает Как Выходить Из Ситуации Он Знает Как Бороться Против Таких Моментов Потому В Таких Моментах Есть Разные Мысли Которые Приходят Стоит Ли Мне Продолжать Делать Того Что Бог Мне Говорит Стоит Ли Продолжать Проповедовать Евангелие Что Бог Мне Говорит Стоит Ли Мне Служить Или Не Служить Стоит Ли Мне Продолжать Людям Помогать Не Помогать Стоит Ли Мне Сеять Или Не Сеять Вообще Ради Кого Я Это Делаю Для Кого Я Отдаю Себе Свою Финансию Своё Время Своё Здоровье Кому Я Служу И Ради Кого Сво Это Господи Пусть Эта Чаша Отдаю Свою Жизнь Служить Отдаю Всё Они Не Принимают Меня Иисус Дает Понятно Они Не Принимают Даже Те Которые Селяются Уходят И там Подобные Разные Вопросы Крутятся В голове И он Решил Об этом Поговорить Богом Вот Первое Что нам Накходимо Делать Когда Мы Находимся Такие Моменты Трудности Мы Должны Понять Что В Эти же Это Времена Искушения Нам Бросать Того Во Что Мы Верим Первое Бросать Вера В Бога Искушение Тает Бросать Служение Бросать Это То Чему Бог Призвал Нас Делать Исполнять Его Воль И поэтому Иисус Взял Свои Команды Учеников Апостолов С ним Помолиться Зная Что Его Время Уже Близко И Хочешь Отцом Поговорить Через Молитвы И вот Они Пришли Гесиман И Взял С собой Пьет И Братя Сини Завидеева Иван Ияков А потом Пошел Чуть Чуть Дальше И сказал Вы Останьте Я Дальше Пойду И сразу Палицо Иначе Молиться Больше Час Молиться Мы Так И Поймем Пописание Он Молился Больше Час И Слова Была Очень Трепетная Очень Если Можем Пусть Эта Чаша Сей Мимо Меня Пройдет Но Не Так Как Я Хочу А Так Как Ты Хочешь Да Будет Так Как Ты Хочешь Иисус Понимал Что Бог Что Так Хочет И Он Понимал Что Бог Хочет Но Внутри Идет Разные Мысли Может Бог Мне Не Надо Пройти Это Идет Внутренняя Борьба Если Он Согласится Со Своей Мыслями Со Своей Волей Он Не Будет Что Идти На Крест Но Если Он Выбрать Те Мысли Отца Которые Внутри Него Тогда Он Пойдет На Крест За Спасение Наше И Это Эти Мысли Два Мысли Твоя Воля Или Моя Воля Отец Твое Желание Или Мое Желание Делай То Что Ты Говоришь Или Делай То Что Я Хочу И Часто Мы Стоим На Такой Выбор Мы Стоим На Такой Путь Выбирать Или Так Как Я Ощущаю Или Чувствую Или Так На Что Я Стою И Принимаю Своё Решение На Свои Эмоции На Свои Чувства Или Написание На Слово Божьем То Что Бог Мне Сказал И Часто Мы Не Знаем Что Делать Но Иисус Здесь Показывает Как Это Вопрос Решается Молиться Он Сказал Молитесь Когда Он Восвращается К Своими Челиками Таким Тядем Сесе Он Видит Что Они Спят Ребята Вы Не Могли Хотя Час Со Мною Бодрствовать То есть Он Уже Молился Больше Чем Час Вы Не Могли Хотя Час Бодрствовать Бодрствуйте Чтобы Не Впасть В Искушение Это Первое Наставление Первое Хотя Б День Постарайтесь Один Час Молиться Молиться В Духе Молиться В Истине Молиться Искренне Перед Богом Скажи Ему Что Внутри Тебе Происходит Что Ты Хочешь Твою Волю Есть Искушение Исполнять Свою Волю Идти По Своему Желанию Или По Его Желанию Есть Это Внутренняя Борьба И Ты Стои Перед Выбором Поговори С Богом В течение Дня Хотя Б Один Час Чтобы Принимать Благоразумное Решение Халлелуя И Мы Увидим Картину Здесь Что Он Говорит Женками Бодрствуйте Будьте На чеху Наблюдайте За Жизнь Наблюдайте За Себя Наблюдайте За То Что Происходит Внутри Вас И Он Добавит Такие Слова Дух Бодр Дух Что Бодр А Плот Женемощная Вот Где Борьба Между Духом И Плотью Дух Знает Истину Потому Что Дух Получает Прямо От Духа Божьего Но Плот Не Могет Принимать От Духа Божьего Он Считает Что Дух Божий Прилагает И Что Бог Прилагает Безумие Так Написано Плот Не Может Принимать Того Что Духа Божьего Потому Что Считает Что Это Безумие И Поэтому Если Посоветоваться С Плот Плот Скажет Тебе Что Не Молись Не Бодро Спи Еще Немножко Гуляй Еще Немножко Отдыхай Еще Немножко Зачем Тебе Делать То Что Ты Единственный Святошин Ты Единственный То Ты Единственный То Все Делают Смотри Все Так Делают Все Так Поступают Все Так Себе Ведут Чего Ты Один Должен Отделиться От них Что Ты Единственный Верующий Ты Единственный Кто Верит Бога Ты Единственный Кто Ходит Церковь Но Дух Говорит Другой Я Хочу Делать То Что Дух Боже Мне Говорит Я Хочу Дух Бодрый Но Плот Немножный И Здесь Искушение Начинается Искушение Не Приходит К твоему Духу Написано Плот Немножный Не Дух Чтобы Укрепить Плот Чтобы Плот Подчинялся Духу Что Делать Молиться Молиться Поверьте Мне Почему Люди Легко Попадают В Искушение Ответ Здесь Отвидим Меньше Молятся Меньше Бодрствуют Меньше Прибивая Словие Божие Меньше Мыслят О том Что Бог Говорит Потому Что Мы Всегда Будем Стоять Перед Выбором Выбирать Что Бог Говорит Его Словие Или Выбирать Как Мы Себе Чувствуем Или Что Говорит Нам Плот Ведь Не Плот Синий А Дух Синий А Плот Немощный Поэтому Все Что Плот Скажет Тебе Если Ты Подчиняешься Плотию Ожидайте Даже Немощи Ожидайте Все Что Входит Понятие Немощи Потому Что Плот Не Может Давать Тебе Ничего Сильного Только Дух Синий Только Дух Бодрый Только Дух Живой Плот Немощный Плот Не может Побеждать Искушение Вот Почему Когда Глаза Видят Глаза Поход Очейский Поход Житейский Поход Очейский Глаза Смотрят И что И поэтому Когда Ты Сидишь За Столом Того Который Придо Све Будь Осторожен Не Спеши Не Спеши Наблюдай За Происходящим А то Будут Глотать То Что Потом Вырвать Невозможно Когда Кто-то Прилагает Тебе Что-то Не Спеши Думайте Размышляйте Не Будьте В спешке Давать Ответ Не Будьте В спешке Говорить Думайте Размышляйте И Пусть Дух Примет Врешение Не Плот Часто Мы Мире Люди Говорят У меня Интуиция У меня Чувство Такое У меня Я Чувствую Я Чувствую Чувствую С Богом Не Чувство Слова Слова Вот Почему Многие Терпят Поражение Там Где Чувство Главенствует Их Жизнь Там Где Эмоции Главенствуют Жизнь Верующие Поражение Падение Неизбежно Годос Неизбежно Годос Начало Падения И Разрушения И Поэтому Когда Мы Читаем Слова Божие Подобно Что Иисус Рассказывает Ученикам Слова Бодрствуйте Он Трижды Возвращается Плод Немощный Я Хочу Задать Вам Вопрос Такой Вопрос Вам Легче Петь Песни Чем Молиться Когда Вам Хочется Спать Когда Вы Поете Или Когда Вы Молитесь Когда Вы Чувствуете Себе Больше Уставшим Когда Вы Кушаете Или Когда Вы Молитесь Видите Как будто Молитва Это Работа А На самом Деле Это Общение С Богом Это Когда Твой Дух Подключается С Духом Божьим И Начинать Диалог Но Именно Это Утром Когда Тебе Хочется Молиться Дух Хочется Молиться Плод Не Хочется Идет Борба И Плод Быстро Сдается Плод Быстро Сдается И Глаза Уже Закрываются И Тебе Хочется Спать Именно Тока Мысли Приходит И Приходит Отложить На Потом А Всегда Оно Потом Становится Потом Вы Заметили Это Что Когда Вы Хотите Наслаждаться Молитве С Богом Именно Тогда Становится Тяжелее Именно Даже Многий Вопрос О Молитве Бог Услышит Или Не Услышит Ответит Или Не Ответит Может Я Мало Верю Может У меня Недостаточно Вера Может Бог Меня Исцелит Не Исцелит Я Не Знаю Может Быть Идет Борьба Хотя Мы Знаем Что Будет Нам По Словам Нашим Тогда Давайте Поговорим Об Этам Нет Когда Мы Доходим Чтобы Говорить Об Этам Хочется Спать Целая Не Хочется Вставать Я Полежу Немножко Помолюсь И Начинаю Отрубляйся Исус Смотри На Хотите Быть Час Он Несуждает Он Говорит Ребята Смотрите Там Где Меньше Молитвной Жизни Меньше Победы Там Где Меньше Молитвной Жизни Меньше Духовности Там Где Меньше Молитвной Жизни Меньше Духовной Зрелости Меньше Там Где Меньше Молитвной Жизни Меньше Победы Вы Понимаете Он говорит, бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть. Это не впасть, значит, не попадая в поражение. Не станет жертвой. Искучение. Чтобы не падать. Молитесь. Это значит, что это время я стану сыном. Я стану назидаться. Я стану крепким. Очень важно, что я позволяю внутри меня. И поэтому, когда Иисус молится, первый раз нет ответов. Отец молчит. Он понимает, что происходит. Попробуй еще раз, как иногда мы с вами пробуем еще раз молиться. Опять небо молчит. И Он говорит, да будет твоя воля. Третий раз пошел. Опять. И смотрите, все это время, чем занимался учениками, три раза. Три раза они спали. И когда они пришли к себе, и стояли в реальной искушении, Иисус беспокойный. Они нет. Иисус был нежный, даже к врагам, даже позвали, чтобы его целого предател. Даже во время нападения на него, он спокойный. А один из учеников пьет, взял меч, уже готов что? Убить. Отрез уши одного из охранников и превосвященника. И что Иисус сделал? Он сказал, я же был с вами, чего вы меня не арестовали? Чего вы пришли с копьями и мечами меня? Не надо все это. Сказали бы, я с вами пошел. Он взял это, отрезанные уши, прилепил, исцелил его. Сказал ученикам, я вам такого не сказал делать. Я вам предупредил, такого не сказал вам делать. И что произошло дальше? Все ученики разбегали. Пьет трижды, отрекся, до утра уже трижды. Пьет тем, что петух два раза пропел, Пьет уже, что отрекся трижды от креста. Видите, дух бот, а плоть немощная. А искушение приходит откуда? С стороны плоти. Придубодьяния, гордость, зависть, гнев. Это не характеристики духа. Это приходит через дверь, называется плоть. И поэтому, когда мы читаем Риллианам 8 глава, с 1 по 13 стиха, он говорит, что нет никакие осуждения над тем, которые живут, что не по плоти, а по духу. Есть образ жизни, есть стиль жизни, и оно взаимосвязано, прямо взаимосвязано с тем, как мы что? Мысль, кто мы принял, значит естественно. И смотрите, пятый стих. Ибо живущие по плоти, а плоском помышляют, а живущие по духу, а духовно. Помышления плоские суть смерть, а помышления духовнее жизни и мир. Потому что плоские помышления, что суть вражда против Бога. Ибо законы Божьи не покоряются, да и не могут. Поскольку живущие по плоти, Богу угодить не могут. Кто еще не может угодить Богу? Человек, который приходит к Богу без веры. Без веры угодить Богу не могут. Значит, что плод, работая с неверией. Плод, работая с неверией. Поэтому, чтобы моя вера была активизирована, была активна, я всегда должен находиться в состоянии молитвы. Хотя бы час в день молиться духом. Это другое время мы поговорим о молитвах духа. И рассматривать жизни по духу. Но просто для информации, чтобы мы понимаем, что есть жизнь по плоти, и есть жизнь по духу. Мышление по плоти и мышление по духу. Мышления плоские суть плоти, суть смерти. А мышление по духу духовно. Суть жизни и мир. И человек, который постоянно в этом мышлении плоские, не может угодить Богу. Теперь Бог призывает нас к исполнению Его поручения. Проповеривать Евангелие. Что надо захватывать внутри? Совокупность проповедей Евангелия в ходе, что надо донести Бога к людям через проповедь о санстве Божьем, чтобы принесли спасение им, исцеление им, освобождение им, избавление им от прокладия, от нетуков, от грехов и тому подобное. Чтобы они получили прощение и дар Божий, чтобы их жизнь преобразил и начать жить по-другому. Но в это же время плоти не хочет. Плот испытывает. Страх испытывает. Мысль о том, что у меня не получится. А зачем мне это? Почему я должен? И тому подобное. Сейчас есть такие проблемы. Нет деньги, нет того, нет того. Нет поддержки, нет тому и другое. А дух будет, дух хочет. А плот нет. Что будем делать? Плот говорит, что сейчас все изменилось. Лучше технологии. Ничего не можем. Я хорошо помню в Лондоне, за Лондоном, небольшой город, Брентфуд, когда нас пригласили, церковь там, по приглашению доктора Тиа Осбора, который пошел к Господу. И Тиа Осборн представил нас там. Это как раз было в 2000 году. Сразу после Круседа, евангелизации, большой евангелизации, которую проводили в Киеве под дружбой народов возле Московского моста направления Троечкина, после Петровки, метро Петровки. И я помню, после этого Круседа, мы были в Лондоне с доктором Тиа Осборном. И он представил нас на этот конгресс, что мы из Украины, и так далее, чтобы мы дали немножко свидетельств о том, что происходит. И один служитель из Лондона, британец, во время перерыва, обеда, подошел к нам, ко мне в Вене и говорит, «Круто! Круто! Слушайте! Это великий муж Божий, это апостол, евангелизм. Представляет тебя, говорит о вас. Значит, вы кто-то!» Я молчал, слушал его внимательно. Он говорит, «Конечно же, Украина же это третий мир, и Африка третий мир, где он больше служит, и чудеса и знамения. Там нищета, там бедность, ВВП низко, уровень жизни низко, там и многие проблемы. Люди, они верят Богу за хлеба, и воду, и мясо, и так далее, и одежды. И люди живут в нищете, и бедности, и нет декаса, поэтому приходится верить Богу за что? Исцеленное здоровье. А у нас здесь не надо это. Поэтому трудно здесь проповедовать. У нас здесь все люди ситые, богатые, нет деньги, идет банк, кредиты берут, Украина тоже уже началась, вот, кредиты берут, болеть, и дубанец, не надо молиться, скоро вызывают, и уже сразу там, набирают, скоро, и сразу уже там. Лекарство, профессионалы, врачи, все есть. И в этом церкви, мы, айсцеленные, не молимся, о просветании, особо, мы только говорим о вере, и так далее. Я смотрю на него, и у меня все забыло печаль, сострадание, не к британцам, а к именно этому единственному проповеднику, который сбился от пути Евангелия. Я ему говорю, дорогой, меня жаль тебе, что все о чем, что ты думаешь, ты думаешь, что Евангелие для третьего мира. И ты ослеп ваши развитые технологии. Скажите мне, эти технологии, эти врачи, эти квалифицированные врачи, эти крутие больницы, и замечательные лекарства, кого спасет от ада. Кого из людей спасет от смерти вечной. Тебе надо мыслить глубже, но если ты так будешь мыслить, это будет влиять на твои проповеди. Тебе не придется даже молиться до проповеднику, потому что тебе зачем это? Вникать в духовный мир. Ты будешь служить плоти. Ты не будешь служить духу людям. Он смотрит мне внимательно, как будто я из космоса выпал, из третьего мира. Жал. Это очень важно, чтобы мы это понимали. Молитва меняет все. И во-вторых, эфизианам 6, здесь говорю, укрепляйтесь Господом и Словом Его. Есть молитва, которая укрепляет нас, чтобы мы смогли двигаться дальше. Иначе мы будем падать в искушение. Чтобы не впасть в искушение, надо молиться. Но чтобы без синим, надо тоже укрепляться Словом. То есть Слово и молитвы. Мы делаем, что Слово говорит, мы слышим или читаем, мы себе не обманываем, мы исполняем, мы делаем то, что Слово говорит. Не будьте только слушателем Слово, но исполнительным Слово, не обманывая себе. Мы стремимся исполнять то, что мы слышим. Тогда победа станет нашим. Иначе катастрофа. Поверьте мне. Когда мы читаем Деяния апостолов в 19 главе с 1 стиха по 13 стиха колоссальные события. Ирод взял Иаков и с мечом убили его. И церковь в это время, когда Ирод взял Иаков, закрылись от страха. собрались, закрылись от страха. Кто следующее? Когда Ирод взял Иаков, церковь не молился. Они наблюдали, что же он будет сделать с Иаковом. Что же он будет сделать с Иаковом. И он убил его. И когда он убил его, он видел, что иудеям им понравился. Появился азарт убивать. Появился больше делать. И пошел изъя пьет. И хотели его убить, но понял, что уже время апресков и решил после Пасхи это сделать. Он что делает? Он думал, народу понравится. Я взял один апостол с Христа, я его убил. И народу понравится, иудея понравится. Возьму второй, мы будем их по-дому убивать. А вето время церковь о чем думал. Страх захватили их. Наши убьют. Но второй раз они поняли, что так нельзя надо подключить дух. Надо вспоминать, что Иисус сказал. бодрствуйте, бодрствуйте, молитесь хотя бы час. И они стали проводить молитвное собрание. И начал молиться, начал молиться, начал молиться. И ночью Петр лежит в тюрьме, ждет следующий день, чтобы его убили. День до его казни. Ночью он лежит. И они молились, и поселает ангел. Ангел будет пьет, пьет, ударь его пьет, стал адвайз, абвайз, иди за мной. И они проходят первой ворот, второй ворот, и пьет выходят, и ангел опускают его, иди. И пьет увидел, ему казалось это сон, а казалось это реальности. Помолит ви, когда церковь, стал молиться, пьет, прошел первый ворот, второй ворот, я молюсь, чтобы сегодня через бодрое свободное ты пройдешь все вороты свободы, и ты будешь полностью окончательно свободен. И рот больше не достал Петру. Знаете, почему? Церковь начал молиться. А когда пьет вышел, что он сделал? он прячется? Нет. Когда утром начали его искать, не нашли, видели, что он в храме проповедует. Когда дух начнет бодрствовать, победа на искушение неизбежна. Вы меня слышали? Аллилуйя. Помните Павел и Сила, когда мы читаем Деяния апостолов 16 глава 25-26 стих. И арестовали тоже. И ночью о чем они думали? О Боже, мы тебе служим, как это случилось с нами, как нас арестовали, мы не проповедовали, мы ничего плохого не сделали, мы ничего, мы ничего, мы ничего. Они не пустили такие мысли свои сесса. Они не нили, не плакали, они помнили, что Иисус сказал, молитесь, молитесь. И что они начали среди ночи петь песни, славить Господа, молиться, хвалить Богу. И что произошло? Цепи упали от их руки и ноги. Вороты открыли сами. Люди в чиру вместе с ним услышали как будто взметрясение произошло. Основание тюрьма содрогали и все начали труситься. И они стали свободными. Они не убегали. И охрана, которые там увидели, что произошло, думали, что все убежали и хотели себя убить. И Павел говорил, не, не, не время умереть. Это время покаяться. И когда он увидел это, он рисковал, взял их с собой домой, помыл их ноги, дал им кушать, и задавал вопрос, что мне делать? С такими чудесами? Они привели его к покаянии, и весь домашний его спаслись. Ты спасился, и весь дом твой. Они стали свободны. Если бы они сидели и не молились, победа никогда далися, потому что плоть любит что? Отдыхать. Плоть, она не мощная. Она не мощная. И поэтому Библия дала нам понять, что всегда идет борьба между плотью и духом. Между плотью и духом. Они противятся друг другу. Каждый из них хочет претендовать на руководство твоей жизни, на господство твоей жизни. Но когда ты позволяешь, твой дух подчинялся Духу Божьему, у плоти нет места. Она ей придется подчиняться. Павел говорит, я свой плод что? Приводит что? В состояние послушание. Он приводит свой плод в состояние подчинение. каждый день я умираю со Христом. Кто умирает? Его дух или плод? Плод подчиняется каждый день. Именно тогда мы можем исполнять волю Божьей. Волю Божьей это не просто так исполнять. Там идет борьба. Дух хочет. Дух видит спасенные духи, спасенные люди, силеные люди, дух видит пробуждение. А плод задал вопрос. Кто тебе сказал? Зачем это? Зачем страдать за эти люди? Зачем? Где деньги возьмут? Где люди возьмут? Эти предатели, эти люди, ты отдай свою любовь, отдай им свое сердце, они потом тебе предадут. Смотри как они поступили с Иисусом Христом. Убили Его, Ты Следующий и тому подобное. Не слушай плоть. Плоть никогда не может угодить Богу. Запомните это. Скажите плод мочи. Я знаю кто ты. Ты никогда Богу угодить не может. Так написано. Живущие по плоти угодить Богу не могут. А живущие по Духу могут. Это значит люди, которые живут по Слову Божьему. Люди, которые исполняют Слово Божие. Они могут. И при этом, когда мы читаем Эфессианам, 6 глава, он говорит нам, как преодолевать козни дьявольские, если все козни приходят атаковать наш плод, чтобы даст плод силу над Духом. Поле битвы души наши, чувства наши, эмоции наши, плод наши. Плод надо побеждать, порабощать его. Она должна подчиняться. Поэтому есть четкое понимание жизни по плоти и жизни по Духу. Хождение по плоти и хождение по Духу. Халлилуйя! Я заканчиваю этими словами Писания. Рилянам 8 глава, 10 стих, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий, что живет вас, если кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если Христос вас, то тело мятва для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскрес Иисуса живет в вас, то воскрес Христа и смерт оживит и ваше смертное тело Духом своим живущее у вас. Халлилуйя! Халлилуйя! Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умирете, а если Духом умышевляете дела плоские, то живи будете. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. И он дает понять, что Дух того, который воскрес и смертный живет в нас. И Христос в нас. И Дух Божий живет в нас. И тоже Дух, который воскрес и смертный что делает? Оживить смертное тело. Другими словами, Дух Божий способен дать силу нашей плоти, чтобы не подчиняться искушения, но быть крепным, он может оживить смертное тело наше, чтобы тело послушался Богу, послушался воле Божьей, послушался Духу Божьему. Та же сила, которую воскресил Иисуса измертвы, оживить тебя сегодня, именно там, где немощи, да немощи уйдет и придет крепость, сила, Божьей, как Дух Божьей, так и тело станет сыном во имя Иисуса Христа. Амин, 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 амин. Дорогие мои возлюбленные, вот когда в нас живет Дух Божий, который воскресит Иисуса измертвы, когда Иисус в нас, вот почему это есть упование славы. И поэтому каковы мысли твоей души таков и есть. Если мысль о слабости, ты будешь слабим. Если мысль о Боге, ты будешь сильным. Если ты помышляешь день и с Богом общаетесь и размышляешь Его Слове, будь уверен. Принятие вами благоразумнее и будешь поступать благоразумно, день будет успешен во имя Иисуса. Многие легко попадают на компромисс, на испытание, попадают в искушение, потому что Иисус сказал, не бодро святее. Бодро святее, чтобы не впасть. Мы уже получили ответ. Чтобы не впасть, надо бодро святее. чтобы не впасть в бодро святее. Чтобы не впасть и не стать рабом плоти бодро святее. Духом и живите по истинной Слово Божьей. Моя молитва, чтобы эта же сила Божья оживить ваше тело немощное, чтобы она исцелилась, чтобы душа стала сильной и не была против Духа, а был союзником Духа для того, чтобы ты преодолевал все трудности во кресте Иисусе или пройти сквозь это течение во имя Иисуса Иисуса и исполнять волю Божьей, как Иисус сказал, не так, как я хочу, а так, как ты хочешь. Я понимаю, что я хочу одно, и ты Господь хочет другое. Я подчиняюсь тебе, да будет воля твоя. Амин. Амин. Благословляю вас, дорогие мои, и увидимся завтра в это же время. Халилуя. С миром Божьим.